Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами сегодня поделиться одной историей, удивительной, невымышленной, и свидетель которого я принял это свидетельство от автора, имею право говорить об этом. Где-то очень грустная история, но история полна веры, надежды, борения, любви к Богу и к человекам. Как написано, жил на востоке, в земле Уц, человек по имени Иов. И вот точно так жил-был на земле под небом человек. Человек, который родился на земле, как все, имел прекрасную маму, имел отца, который очень жестоко и жестко обращался с ним. Но не потому, что он был плохим, но потому, что он был разбит столько. И он хотел своему сыну передавать то, что он может. Он мало чего умел, но он это передавал. В конечном итоге этот человек понял, что его отец любил его. А вот мать – это было особенное что-то. И вот эта женщина могла душевной своей простотой, своей любовью к своему сыну, могла передавать мужество, чистоту. И этот человек принял от своей матери все это. Однако пришел момент, когда он понял, что и в своей матери, и в своем отце он искал нечто большее. И когда он встретился со Христом, он отдался полностью служению Христа. Он служил Христу. Он служил и до того, как встретился с верующими. Он даже на груди, на теле своем взял нож и сделал знамение крестное. И у него на груди стал шрам, как крест, и крест как шрам. И он это делал, потому что он хотел, чтобы каким-то образом были отпущены его грехи. Он понимал, что он грешник, и он хотел, чтобы его грехи были отпущены. И однажды, когда он молился в храме со своим другом, друг зовут Александр, и он услышал женский голос. А голос спросил, сынок, а ты веришь в Бога, что пришел в храм? Вопрос был задан его другу, и он повернулся, чтобы сильно оскорбить эту женщину, потому что он хотел спросить, если он не верит в Бога, то почему пришел в храм? Тогда подошла другая женщина, и она подошла прямо к нему, и она начала буквально в храме говорить о Христе Иисусе. И она сказала эти слова. Сынок, Иисус любит тебя. Он сказал, тетя, это невозможно. Я очень-очень плохой человек. Иисус меня не будет любить. Он полюбит всех, которые вокруг меня. Она сказала второе слово. Она сказала, Иисус на кресте пролил свою святую кровь ради тебя. Он сказал, тетя, я простой хулиган. Я человек, который вообще делает плохие дела. А Христос за меня, за такого, как я, никогда не может подняться на крест. Вот за этих добрых людей, которые окружают меня, за них Он может подняться на крест, а за меня никогда. Когда они вышли из храма, эта женщина сказала третье выражение, третье слово. Она сказала, Христос прощает твои грехи. Тогда он резко повернулся к этой женщине и сказал, тетя, вот ты говоришь, что Христос прощает мои грехи. Но я очень-очень грешен. Христос простит ли меня? Женщина испугалась. На ее лице было такое выражение, что она недоумевала. Обычно, когда человеку говоришь, что человек грешный, этот человек говорит, а что я сделал? А вот этот человек говорил, что не то, что он грешный, но он очень-очень грешный. В конечном итоге, он будет понимать, когда он уже будет знакомиться с Библией и кто такой Дух Святой, он будет понимать, что в этот момент Дух Святой помог этой женщине и на ее лице просеял свет, и она сказала, Христос прощает тебя. С этого момента, с этой секунды его жизнь начала меняться. Он начал общаться с верующими, он начал ходить на собрания, он был крешен Духом Святым чудесным образом. Это была встреча с Богом отдельно, во уединении. Это было что-то прекрасное. На него начались сильные нападки дьявольские, очень сильные нападки. Он когда рассказывает, какие нападки, будто весь ад вживую пришел к нему и напал на него. Вот в таком смысле прямом. Он женился. Жена была очень хорошей девушкой, но она не поняла, что Бог призывает ее мужа на служение. И она стала против служения своего мужа. И она сказала, почему все верующие не так служат Христу, и ты не должен так служить Христу. Но это было совершенно по-другому для этого человека. И он сказал, что я оставлю все, но я служения Христу не оставлю, никогда не оставлю. И случился раздор, и они расстались. У них дети, это было что-то для него, это был смертельный удар для этого человека. Он подумал, что не находит общину, он не находит церковь, церковную группу, он не находит тех, которые реально служат от всего сердца Христу, потому что люди, которые окружали его, были не так служащие Господу, не от всего сердца, не от всей души. А жена его это видела и это понимала, поэтому она хотела, чтобы он тоже так служил. Он отдался Христу служить всецело и полностью. Он уехал. Он уехал в другую страну. И в этой стране он начал искать вот эти группы, вот эти церковные группы, вот эти церква, где люди будут служить Христу от всего сердца и от своей души, и там он не нашел этого. Потом он искал и в мировом служении, он искал и в других государствах, в других странах, в других народностях, он нигде этого не нашел. Когда он увидел, что в основном люди лицемерят перед Богом и не хотят служить Господу Христу так, как должно служить, когда он увидел, что то, что, о, это называется церковью, вот это просто как бы собрание людей, которые лицемерно ходят перед Богом, он решил поднять руку на себя. И он пошел, вошел в аптеку. Он купил на 50 долларов снотворного. Он пришел домой. Он распаковал все эти таблетки. Он встал на колени перед Христом и сказал, «Друг, я знаю, что ты мой единственный друг, и я знаю, что я предаю тебя сейчас. Если я тебе нужен, ты можешь вывозить меня и из ада. Я так больше жизни хочу. Я не хочу лицемерных друзей. Я не хочу ложной церкви. Я не хочу ложной духовности. Я не хочу ничего. И я хочу умереть. Если я тебе нужен, останови меня». И он начал пить эти таблетки. Он выпивал эти таблетки. Он горстью глотал эти таблетки. Порой вырывало. И он выпил приблизительно 200 таблеток. Начало аниметь его нижняя челюсть. Потом начал аниметь его в локтях. Потом начал аниметь у него в коленях. Потом пришли люди, увидели это. И его отвезли в больницу. В больнице его положили под систему. И вот до утра он был под системой. Он не видел. Зрение его пропало. Три дня он не видел. Но утром, когда он уже встал, он снял все эти... Все, что было соединено на его руки. И он сказал врачам, «Я отказываюсь от вашего лечения». Они сказали, «Отказываешься?» Он сказал, «Да, отказываюсь». Он встал. Потом увидел, что рядом с ним стоит человек. Его зовут Женя Евгений. Это очень хороший человек, который был верен ему. И он спросил вот этого Евгения, «Откуда здесь моя Библия?» Он сказал, что, «Когда мы привозили тебя сюда, ты перехватил с собой». Я просто поражаюсь на то, что человек, который уже перед смертью, человек, который уже не видит, он схватил Библию с собой в больницу. Почему? Не говорит ли это о великой любви к Богу? Не говорит ли это о том, что этот человек, кроме Бога, не имеет никакого богатства? Что даже во время смерти он хватает Слово Божие с собой? Он допустил величайшую ошибку? Он допустил величайший грех? Но этого человека довели до этого состояния. Он поехал в то место, где он оставался. Приехал туда их епископ. Я не знаю, как его называть. Вот он схватил его за руку, и он хотел выгнать его именно в этом положении, из этого места. Это было что-то ужасное. Он резко остановил его и сказал, «Уйди от меня, я тебя витязь не хочу». Потом позвонил из Калужской области другой епископ и сказал, «Он у нас на замечании». Никто не интересовался причиной этого явления. Никому не был интересен его жизнь. Никому не нужно было его действие. Он просто-напросто был товаром для этих людей. Эти люди говорили о Боге, но они лгали. Это были лжецы, которые прикидывались служителями. Но они вот так поступали с этим человеком. Он поехал туда, они собрали их церковный совет. А вот этот епископ, который сказал, что он у нас на замечании, он достал микрофон и начал записывать его разговор. Тот сказал, что я каюсь, я каюсь и отрекаюсь от того, что я сделал. И потом сказал, что вы довели меня до этого состояния, потому что вы допустили вот такие, такие, такие ошибки. И вы за это ответите перед Богом. И он ушел оттуда. Это было 24 апреля 1998 года. Очень больно все это. Но этот человек себя ошушал как бы никудышным и никому не нужным человеком. Он за эти три дня, когда он был слепым, когда он был слеп, он Господу говорил, я хотел умереть, но я не хотел быть инвалидом. Я прошу тебя, если ты дал мне жизнь, восстанови мое зрение. В третий день он увидел облако. Облако подошло к нему, и он в облаке увидел Иисуса Христа. И Христос восстановил его зрение. И он стал полностью зрячим человеком. Он стал здоровым человеком. И он понял, что единственный, который любит его, реально любит, это Христос. Это Отец Бог, это Дух Спятой Бог. Троица любит его. Он понял, что любовь Бога Живого не изменяет никогда. Что Бог верен и никогда не оставляет его. Он понял, все есть этот процесс, и я хочу именно с этим словом говорить о Божьей любви, который написан в книге Иоанна, апостола, в 3 главе 16 стихе. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, добив всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог хотел вирусить свою любовь к человеку, и человек это не принимал. Бог хотел вирусить и хотел сказать, что он любит, но человек не понимал, что Бог настолько могущественно любит его. А Бог, имея творение как рожденное, Он послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы это показать. Но люди взяли Иисуса Христа и подняли на крест. Люди, вождя жизни, предводителя веры, взяли и убили ради только одного, чтобы показать свой эгоизм. И сегодня в христианстве, в церквах, в опшинах вот этот эгоизм головенствует. Люди, которые сидят на свидалище Моисеевым, они не спасают души, а они в основном губят и уничтожают эти души. Горе этим человеком. Бог, чтобы показать свою любовь израильскому народу, Он пришел к Осии. И пророку Осии Бог сказал, «Я хочу выразить свою любовь к Израилю. Позволь мне употребить тебя как призму, через которого будет изливаться моя любовь, и я хочу исповедоваться в любви через тебя как пример». Осия сказал, «А как ты это сделаешь?» Бог сказал, «Ты пойдешь и возьмешь себе в жены блудницу и будешь иметь детей блуда». Осия подумал, «Но если я пойду, то они могут меня убить, потому что, хотя лицемерно показывают, что они верующие, они снаружи хранят твой закон, а внутри они беззаконники. Поэтому в законе написано, если я пойду и возьму блудницу, то меня и эту блудницу они могут убить с камнями». Но Бог Духом Своим Святым открыл вот эту тайну любви, вот эту великую любовь, которую Он возлюбил Израиля, Он открыл Осии. И Осия, забыв о собственной безопасности, Он пошел и взял себе в жены вот одну блудницу и имел детей блуда. Но Израиль не понял, что сделал Господь, он не понял ни этот образ пророческий через Осию, тогда Бог подошел ко пророку Езекиэль, и Бог сказал Езекиэль, «Езекиэль, я хочу вирусить мою любовь к израильскому народу, позволь употреблять тебя как призму, чтобы через тебя как пример показать мою любовь, как я люблю израильский народ». Езекиэль сказал, «А как ты это сделаешь?» Бог сказал, «Израиль, будет как образно моя жена, и я буду как мужчина, который потерял свою жену, и я возьму твою жену, и ты останешься без жены, она утихла очей твоих, и я в один день возьму утиху очей твоих». И Езекиэль подумал, что он остается и даже в плену абсолютно и совершенно одиноким человеком, потому что даже все старичины и люди, которые приходят к нему, чтобы принять слово от Господа через него, они как бы принимают его как какого-то певца или забавного человека, который проводит время с ними. И он понял величайшую любовь Бога, он понял, как Бог нуждается в Израиле и хочет примерно как бы показать эту любовь и призыв Божий вот к нему. И он сказал, «Я согласен». Тогда Бог взял его жену и он начал пророчествовать от имени Бога именно так, как человек, потерявший свою жену, как Бог потерял израильский народ как жену и хотел вот этого восстановления. Но все равно Израиль этого не понял. Бог подошел к Иеремии и через Иеремию Бог сказал, «Если мужчина выгонит свою жену и даст разводное письмо, и она пойдет и будет женой другого человека, тогда и этот человек, если возненавидит ее и дать ей разводное и она уйдет, может ли этот первый муж снова принять ее себе в жены? Не осквернится ли земля через этот процесс? Но ты, хотя и со многими любовниками твоими, ты блудодействовала, но ты снова вернись ко мне, говорит Господь. Вот каков Бог. Бог прекрасен. Бог призывает тебя, человек, прийти к Господу. Прийти, потому что Он любит тебя. Он хочет, чтобы ты открыл твое сердце перед Ним. Божия любовь неисследима. Божия любовь никто не может объяснить. Написано так, что, чтобы со всеми святыми разуметь превосходящее всякое разумение любви Христовой, ширину, глубину, высоту и долготу. Нам нужно это разуметь. Но мы можем это разуметь только вместе. Почему? Потому что, когда мы любим друг друга, когда мы любим братьев и сестер, когда мы любим цену крови Сына Божия Иисуса Христа, церковь, тогда мы начинаем разуметь любви Божией. Сегодня Бог призывает, ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, добив всякий верующий, в Него не погиб, но имел жизнь весную. Вот этот молодой человек отдал себя полностью на служение Христу. Он и сегодня служит Христу и служит серьезно, основательно и широкомасштабно. Он служит везде и отдался Господу. Он восстановил свою семью. Он снова служит на поприше духовном через Духа Святого, и Бог благословляет Его. И я знаю, что Бог еще больше благословит Его. Пусть Бог благословит тебя, друг мой, чтобы ты понял это слово, сказанное от Господа. Во имя Господа Иисуса Христа, мир, дому Твоему. Аминь.